Симптомы рака молочной железы Это изменение размеров или формы одной молочной железы Это изменение цвета кожных покровов молочной железы Это изменение формы или размеров сосково-ареолярного комплекса Втяжение соска, различного характера выделения соска Особенно должны настораживать выделение геморрагического характера Хочу сразу успокоить Чаще всего наличие пальпируемого уплотнения не является раком молочной железы Это может быть киста, это может быть доброкачественная опухоль Это может быть какой-то воспалительный инфильтрат Но наличие пальпируемого уплотнения в молочной железе Должно всегда быть поводом для обращения к врачу-момологу Поводом для того, чтобы пройти профилактическое Или уже в таком случае диагностическое ультразвуковое исследование И рентгеновскую маммографию Коварство рака молочной железы заключается в том Что в длительное время это бессимптомное заболевание Боль присоединяется на достаточно запущенных стадиях Развития этого патологического процесса Поэтому существует длительный бессимптомный Или доклинический период развития опухоли Этот период может составлять несколько лет Задача врачей различных профилей Убедить пациента проходить регулярное, периодическое Профилактическое обследование Это могут быть осмотры у маммолога Это могут быть рентгеновские маммографии Это могут быть ультразвуковые исследования у женщин до 40 лет Зачастую прохождение профилактических осмотров Профилактических проверок Позволяет нам выявить болезнь на доклинической стадии Чаще всего это первая стадия И в подавляющем большинстве случаев Избавиться, исцелиться от этого заболевания Если не выявить рак молочной железы в начальных стадиях То эта болезнь по законам развития Онкологического процесса, злокачественного новообразования Увеличивается, бесконтрольно увеличивается И на каком-то этапе своего развития Опухоль начинает отделять от себя клетки И клеточные комплексы, которые с током крови и с током лимфы Начинают распространяться по телу пациентки И образуют вторичное метастатическое поражение Как я уже говорил чаще всего в таких органах Как легкие, печень, головной мозг и кости На сегодняшний день человечество достигло больших успехов В диагностике рака молочной железы Золотым стандартом в диагностике рака груди является рентгеновская маммография Это то заболевание, которое позволяет выявить опухоли Диаметром начиная от 5 мм Дополнительными методами диагностики рака молочной железы Является ультразвуковое исследование Компьютерная томография с внутривенным контрастированием Что это такое? Это введение фармакологического препарата Который обладает тропностью к опухолевым клеткам То есть он в них накапливается И затем при проведении компьютерной томографии Клетки опухоли выглядят на томограммах Как более окрашенные Как те клетки, которые имеют большую плотность Чем окружающие их здоровые, неизмененные ткани тех или иных органов Благодаря этому метастатическое поражение Также можно выявлять при совершенно небольших размерах Метастатических очагов в тех или иных органах и тканях Также на сегодняшний день мы широко применяем Магнитно-резонансную томографию с внутривенным контрастированием Магнитно-резонансную томографию молочной железы имеется в виду И также магнитно-резонансную томографию костей и головного мозга Для выявления метастатического Или отсутствия такого поражения метастатического в этих органах Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok